Здравствуйте, с вами Юлия Балабанова и это разговор по существу. Сегодня мы пообщаемся с предпринимателем Валерием Хожила и узнаем у него секреты успешной жизни. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Очень важный момент это планирование. Опишите свой день по часам. Момент действительно очень важный. Планирование. Что касается планирования, да, действительно важный момент и здесь вот моя точка зрения и моя позиция следующая, что это нужно знать и обладать определенными знаниями, чтобы все успевать. По крайней мере успевать то, что нужно, потому что все успевать по сути не получится. Я не являюсь приверженником классического тайм-менеджмента, потому что тайм-менеджмент это управление временем, да, в переводе. Ну, временем управлять как бы тяжело, если только ты не герой фильма «Гости из будущего», «Назад в будущее», «Патруль времени» и так далее. То есть у вас секундная стрелка на часах, которая щелкает каждую секунду, остановить или ускорить, ну, вряд ли у вас получится. Поэтому управлять можно и нужно собой, собой во времени, естественно. Вот. Ну и от этого все выстраивается, скажем так, выстраивать нужно ваш график. Стараться, чтобы ваш график, конечно, был близок к идеалу. Вот. У меня он, к сожалению, не близок. Мой рабочий график, если я вам скажу, как бы, ну, скажем так, для человека без подготовки, его не нужно использовать, потому что он опасен для здоровья. Вот. А идеальный график это какой? Вот смотрите, у вас, допустим, есть определенный мерил успеха, там, ваши какие-то цели. Вот. Ну, для меня, там, я очень хочу ежедневно, там, проводить время в семье и наслаждаться тем, что у меня происходит дома с детьми. А в обязательном порядке я хочу иметь хорошую физическую форму. Вот. Я в обязательном порядке хочу заниматься той деятельностью благотворительной и общественной, да, которой я занимаюсь. Касаемо благотворительности, это работа в Федерации профессионального бокса Магаданской области, это развитие спорта, ну, и пропаганда здорового образа жизни. Естественно, чтобы этим всем заниматься, вы должны уметь, иметь, ну, дело, бизнес, да, успешный, который будет все это финансировать, потому что без финансов в нашей жизни сделать очень сложно. Ну, есть еще там несколько любимых вещей, которые тоже я, как бы, стараюсь включать в свой рабочий график. Ну, и отсюда он выстраивается. Соответственно, если вы хотите иметь идеальную форму, ну, спортивную, ну, что вы должны делать? Вы минимум или максимум, наверное, да, ну, в семь, а может и раньше, да, часов должны быть в спортзале. Вот. Если вы хорошо тренированы, конечно, утренней тренировки недостаточно, желательно вечером тоже прийти хотя бы минут на 30-40. Ну, то есть в общей сложности вот где-то полтора часа в день, если будет занимать, это хорошо. Вот. В любом случае вы должны сделать одно-два важных дела в том бизнесе, в котором вы занимаетесь. Именно нужно уметь распределять дела по степени важности, тогда будет результат. Мы все знаем принцип Паретто, то же самое, да, когда 20% сделанных дел дают 80% результата. Нужно уметь определять 20%. Зачастую одно дело дает 90-99% результата. И этот принцип никто не придумал, он просто работает. Ну, вот. Ну, и таким же образом нужно устраивать все другие моменты, потому что, ну, есть какие-то любимые занятия, которые все равно нужно включать. Пусть не ежедневно, но включать все график. Таким образом вы становитесь каким человеком? Вы становитесь, используя именно тот график, который нужно, вы становитесь тем человеком, который и определяет для вас, ну, определенный успех. Потому что те дела, которые я назвал, это те дела, которые, ну, для меня я считаю успешными. Соответственно, если я их буду делать каждый день, то есть я уже становлюсь тем человеком успешным, да, которым я хочу быть. Вот. Потому что я, допустим, подхожу к жизни каким образом? То есть существует сегодня, которое существует всегда. То есть завтра нет. Завтра вы открываете глаза, вы опять просыпаетесь сегодня. То же самое можно сказать, а вчера его тоже не существует. Существует только реальность. Если вы хотите быть успешным, так будьте им здесь и сейчас, сегодня. Делайте те дела, которые ведут вас из вашего состояния. И сейчас ваше, скажем так, состояние вашего идеального я, да. Ну, и тогда все будет хорошо. А вам свойственна спонтанность или вы живете строго по плану? Естественно, спонтанность должна быть свойственна любому человеку. Но нужно себя ограничивать. Потому что, еще раз говорю, все зависит от того, чего ты хочешь достичь и к чему ты хочешь прийти. Поэтому иногда спонтанные вещи, они являются каким-то, скажем так, ну, может быть, слабостями и так далее. То есть их нужно убирать. Ну, а так-то, в принципе, почему нет? Если у вас спонтанно выделилось время, которое вы можете использовать там для какой-то своей, скажем так, ну, приятное время провеждения в семье, сделайте это. Если вдруг случилась встреча с вашим давним товарищем, ну, конечно, нужно с ним поговорить. И душевный контакт, он тоже необходим. Вот, поэтому, ну, еще раз говорю, мой график не идеальный, но я стремлюсь. Нужно не только работать, но и отдыхать. Как вы проводите свой досуг, есть ли у вас вообще на него время? Да, отдыхать нужно. Но, знаете, если выстраивать свой график дневной правильно, да, то есть, в принципе, получается смена деятельности. Ну, постоянно смена деятельности, да, то есть и физические занятия, и занятия бизнесом, там, еще общественная деятельность. А лучше отдых – это смена деятельности. Вот, поэтому, в принципе, ну, и остается только сон. Ну, то есть, если ты ведешь день правильно и спишь нормально, то, в принципе, в том понятии, понимании отдыха, какое вкладывают, ну, большинство людей в это понятие, в этом понимании отдых как бы не нужен. От активной деятельности наступает временами усталость? Если да, то откуда берете силы и энергию? Ну, от активной деятельности усталость, ну, как, вот, понимаете, активная деятельность разная. Активная физическая деятельность, активная умственная деятельность, то есть, переменной деятельности ты позволяешь себе отдыхать, а силы и энергию, опять-таки, с чего я и говорил, нужно брать. То есть, нужно брать с той мотивацией, с той мотивацией, которая есть тебе, да, то есть, нужно просто напомнить себе о той цели, которую ты себе поставил, и к ней идти. Вот, и тогда, в принципе, твоя батарейка-энергайзер, она будет работать постоянно и никогда не иссякнет тот заряд энергии, который, и, там, не знаю, в 50, 60, 70, 80 лет ты будешь чувствовать себя ровно настолько, насколько ты себя чувствуешь, и ощущать тебя так, каким ты ощущаешь себя в голове. Вы являетесь президентом Федерации профессионального бокса. Почему решили уйти в эту сферу, и как спорт помогает в бизнесе? Да, являюсь. Это такая очень, ну, для меня, скажем так, для моей души интересное занятие. Вот, почему стал боксом, вот, не занимался, не выступал. Ну, занимался, но не выступал. Долгое время я дружу с Александром Леонидовичем Иватиным. Это тренер нашей Федерации. Вот. И так получилось, что я, ну, долгое время бы помогал. Он вывозил спортсменов, среди них был и Вячеслав Мирзаев наш, еще совсем другого роста, гораздо меньше. Вот. Поэтому, ну, и помогал постоянно, они выезжали. И в один определенный момент Ивачин подошел ко мне и сказал, ну, вот, у Славы, как бы, перспективы нет. Потому что, если говорить о чемпионате России, ну, там надо иметь административный ресурс, надо определяться там, в определенном плане договариваться. В общем, все не так просто. Вот. А если говорить о карьере профессионального боксера, то здесь можно попробовать. Вот. Ну, в принципе, мы решили попробовать. Славу отправили на первый бой одного. Он его провел успешно, понравился. Той промоутерской кампании, с которой мы работаем. А бой проводила Федерация профессионального бокса Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Ну, и, собственно говоря, от этого и началась наша Федерация. Просто если что-то делать, делать серьезно. Вот. Ну, и мы решили сделать это серьезно. Мне эта затея понравилась. И сейчас одна из моих целей – это сделать так, чтобы та федерация, которую мы основали, независимо от того, будем мы на этом свете или не будем, она оставалась в рабочем формате. Оставалась возможностью наших магаданских ребят выходить на мировой профессиональный уровень, на мировой профессиональный ринг, где защищать не только интересы нашего родного края, но и всей России в целом. Тем более, то дело, которое мы делаем, оно очень важное. Делаем мы его не за бюджетные средства, в основе за свои деньги. А тем самым мы повышаем уровень доверия и степень доверия иностранных государств к России. Потому что у Славы, ну, за исключением, по-моему, первого только оппонента, первого или первых двух, все были из других государств. Я ответил? Спасибо. Кем из успешных людей вы вдохновляетесь? Успешных? Вот конкретного человека нет, вот прямо одного человека нет. Их много на самом деле. Это Мухаммед Али, величайший чемпион и просто человек с огромной силой воли и силой духа. Это Наполеон Хилл, который написал книжку, которая сделала больше миллионеров, чем Гарвард. Это, ну, много перечислять. Уважаю очень труды Питера Друкера по менеджменту, восхищаюсь ним как человеком. Федор Емельяненко, наш спортсмен, тоже заслуживает моего уважения. Я очень сильно горжусь, что это наш соотечественник. Много еще. И Киосаки, Роберт Киосаки, Ричард Кох. Вот. То есть просто во всех этих людях они все успешны. И в них есть определенная сущность, определенные общие черты, которые составляют суть их менталитета, вот именно как успешных человек, людей. Конечно же, у них есть и черты, которые их отличают, которые делают их отдельно, ну, отдельными личностями. Но вот поняв ту суть, которая делает из них тех людей, которыми ты восхищаешься, и поняв, что это, в принципе, определенные объединенные качества, да, вот этим самым ты и вдохновляешься. А так конкретного человека нет. Тогда какие книги можете посоветовать, книги по мотивации и бизнесу? Так, ну мы разговариваем о тех людях, да, которые хотят начать бизнес, да. Ну, в принципе, я как и говорил, нужно начинать, естественно, со своей мотивации. Вот. Но здесь от, скажем так, от легкого к сложного. Ну, можно и нужно прочитать, наверное, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Обязательно прочитать «Наполеона Хилла, думай, богатей». Лучше, ну, в последней редакции, потому что там есть примеры, именно уже, там, Билл Гейтс приводится, в пример, там, такие люди, там, Стив Джобс, в общем, ну, известные компании сейчас, да. Дальше что можно? Ну, естественно, обязательно нужно «Принцип 80-20» Ричарда Коха прочитать. «Менеджер 80-20» неплохо. «Менеджер 21 века» Питера Друкера обязательно нужно прочитать, потому что там просто такие уже глобальные мысли. Ну, и таким образом мы развиваемся, переходим уже дальше к более, скажем так, высокому уровню. Обязательно нужно прочитать, кстати, тоже мой, скажем так, учитель, я его считаю, человек, который написал книжки, ну, ее нужно прочитать, построенные навечно, и от хорошего к великому, это Джим Коллинз. Вот, они написаны в обратном порядке, но читать все-таки нужно так, построенные навечно, а потом от хорошего к великому. Ну, и дальше, естественно, книги по переговорам, по практической психологии, по публичным выступлениям, и обязательно по управлению предприятиями, именно чтобы у тебя в голове было как можно больше понимания тому, какие есть системы управления, как их построить, и какая, скажем так, сублимация больше подходит для твоего собственного бизнеса. Все из них я прочитала, кстати. Ну, отлично. Как успешный человек, посоветуйте, пожалуйста, начинающим бизнесменам, что делать, как не бояться, и с чего начать. Что делать, как не бояться? Ну, естественно, да, самый первый шаг – это побороть страх свой, да? В формате передачи, конечно, это вопрос действительно очень серьезный и, скажем так, сложный. В формате передачи трудно все, ну, вот, именно все досконально разъяснить. Ну, обязательно нужно что сделать? Нужно сесть и поговорить с собой, да, определиться, для чего тебе это нужно. Если у тебя есть горячее желание достичь чего-то, да, и ты понимаешь, для чего тебе нужно стать бизнесменом, в принципе, у тебя уже, ну, будет все получаться, поставь перед собой цель, как бы, и двигайся к ней. Вот, и обязательно ты должен понимать, что тот процесс, о чем мы говорили, да, вначале, тот процесс, который тебе нужно пройти, он будет связан с проблемами, с неудачами, там, со взлетами и падениями, это нормально все. Это все нормально, и ты просто возвращайся к той мотивации, к тому желанию, которое у тебя было, вспоминай эту цель и будешь двигаться дальше. Если говорить, вот, вообще, как бы, серьезно об этой проблеме, об этой проблеме мы думаем, вот, наше отделение фонда, благотворительного фонда «Основы успеха», это фонд, как раз, поддержки предпринимателей, развития спорта, мы планируем здесь семинар, как раз, по тому, как побороть страх и начать свой бизнес, вот, поэтому, действительно, сложный вопрос, ну, к нему можно так вот идти. А вообще, чтобы, вот, прям, вот, досконально, досконально, ну, открою секрет, да, чтобы, вот, получить практические советы, которые, ну, практические советы, скажем так, рекомендации, наставления, основанные на полученных знаниях и опыте, я, ну, в данное время работаю над книгой, которая, как раз, будет этому посвящена, вот. Ну, и я думаю, что она подойдет многим предпринимателям, потому что она будет касаться именно деятельности предпринимателя, начала предпринимательской деятельности в России, и я думаю, что тем людям, которые хотят начать заниматься предпринимательской деятельностью, будет очень много интересного и будет, скажем так, практическое руководство и рекомендации о том, как поступать. Таким образом, вообще будет гораздо легче перебороть страх начала бизнеса, страх каких-то изменений и страх неудач, как вы говорили, когда у тебя есть, как говорится, дорожная карта, по которой ты можешь двигаться. Валерий, благодарю вас за беседу. Это был разговор по существу, и мы общались с предпринимателем Валерием Хажило. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»